Всем здравствуйте! Сегодня у нас 7 февраля 2024 год. Среда. Одесса. В Одессе ночью была воздушная тревога. Час с чем-то. А потом рано утром тоже началась воздушная тревога, которая длилась 4 часа. Буквально утром закончилась. В Одессе тихо, все хорошо. А вот в Киеве и в Николаеве были прилеты в жилые дома. И уже пишут, есть гражданские люди, жертвы. Жертвы гражданского населения. Да. Очень прискорбно. В Одессе сегодня тепло. Рано утром было плюс 6, плюс 8. А сейчас на солнце плюс 15. Очень тепло. Хочется раздеться. Так, что я вам хочу сказать за Одессу. Два здесь покажем красоту. Где мы идем. О, как раз сейчас будет зеленый. Так, что у нас за Одессу. Что вы знаете. Значит, Одесский оркестр нашего оперного театра в составе 50 человек. 22-го числа выступит в этом итальянском, как он называется, парламенте. Концерт будет приурочен к второй годовщине полномасштабного вторжения. Финансирует это все итальянское консульство. В Одессе. В Одессе, да. И помогал все это делать Владислав Штамбург. Это консул? Да, консул в Одессе. Ну, как я поняла, да. В Одессе. Да, да. Что еще? А, знаешь что? Сейчас гостиницы, хостелы, санатория. Салитируйтесь. А-а-а. Как интересно. А, с утра здесь даже как мишень, да? Да, можно пострелять с эвальвера, с карабина. Ага. Спортивная винтовка. Куламот, да? Да. Интересно, да. А здесь мишень тоже такая. Да, ну хорошо. Значит, гостиницы, хостелы, санатории, пансионаты, общежития, которые находятся в Одессе, будут, и которые размещают переселенцев бесплатно, им будут спонсировать... Компенсацию давать? Да, будут давать компенсацию городские власти. Ну, это здорово. Да, только в том случае, если они больше нигде не получают помощи, кроме коммунальных услуг. Если они за коммунальные услуги получат помощь, то им будет все равно даваться эта компенсация. Да, там есть условия определенные, что должно быть определенное количество коек, да. Ну, это... Ну, я так знала, что есть, но теперь будут им помогать, потому что, конечно, им все это очень сложно делать. Это стоит денег. Что еще, что вы знаете? Наш директор нашего зоопарка сделал новый клип. Он называется «Диванный эксперт». Этот клип так называется. Это Игорь Беликос? Да, да, да. Мы его... Я его выставила на нашем канале. Этот клип в Телеграм. Канал называется «Одесские прогулки». Ссылку и название я выставляю под каждым видео. Посмотрите, очень интересно. Ну, он сам себе человек очень интересный. Харизматичный. Да, да, талантливый. В общем, он много что делает. Много фильмов снимает, много помогает. А недавно прочла, что пару дней назад на Теирово в парикмахерскую залетела птичка. Ой, как же она называется? Ну, в общем, дикая птица залетела и сидит, забилась в угол. Фазан, фазан. С чего себе птичка. Да. Целая курица. Ну, да. Просто, я так поняла, их же разводят, фазанов, да? Или нет? Нет. Нет? Это таки дикая, да? Ага. Вот. На охоту ходишь. Да, и вот люди просят помочь. Им там все пишут. Ну, так звоните в зоопарк. В зоопарк. И они возьмут. Они возьмут. Если с ней что-то не так, они ее подлечат. А если так, так выпустят куда надо. Они знают. Да. И чем питаются. Да, ну, многие там стали советовать, ее надо покормить, покушать, отогреется и сама улетит. Ну, я тоже считаю, что надо в зоопарк, потому что даже сам директор говорит. Звоните. И мы всегда... И мы на проходной можем отдать. Да, если сами так на проходной все не можете, так мы приедем, заберем. Да. Он везде оставляет свой номер телефона. И всегда, да, и всегда говорит за это. Да. Ой, что ты знаешь, еще вчера вечером в шампанском переулке горело общежитие 17-этажное. Или 14-этажное. Я, правда, я даже не знаю, что там есть такое большое общежитие. Мы с тобой там 100 лет не были, да? Да. Да. Эвакуировали... Мамое, может быть. Ну, да, наверное, да. Эвакуировали людей. Ну, нормально все, жертв нет. Быстро потушили, много приехало спасателей. Да, слава богу. Потому что я же говорю, этих пожаров сейчас, ну, так много. И вчера тоже где-то трамвай столкнулся с БМВ. Ну, это тоже сейчас очень часто, потому что ставят машины в неположенном месте. Трамвай не может проехать, и получаются столкновения. Сколько раз мы так стояли. Трамвай сигналил машине, да? Да. Очень много раз, я даже один раз сняла, вызывали полицию, в общем, очень много таких случаев. И рассказывают, что обычно одни и те же стоят на одном и том же месте, их уже и наказывают, и штрафуют. И они говорят, мы больше не будем, и все равно делают. Потому что вот мы когда, да, увидели женщину, я больше не буду, простите меня. Они подняли документацию, она уже, по-моему, третий раз уже так ставит в том же месте, и все так же. Странно, да? Да. Вот такие бывают ситуации. Это кафе такое интересное. Ну-ка загляну. Ну, так интересно. Шар такой. Тепленько. Здравствуйте. Суши-бар. А, это суши, да? Там тепло-тепло, даже жарко, можно сказать. А рядом другое, да? Да. А это уже магазин. А это уже магазин. Понятно. А туда заходишь, такой огромный шар, как из реек сделан деревянный. Представляешь, так интересно, необычно. Верчески. Да. Да, люди пытаются что-то придумать, открывают бизнес, стараются. Но не очень получается. У кого-то получается. Ну, тоже как бы надо знать, да? Я вот слушала передачу, ну, там задали вопрос. Как вы считаете, вот если начинать бизнес по новой, какой лучше, самый раскручиваемый? Ну, там девочка ответила сейчас. Самое, что есть, можно раскрутиться, это продукция для животных, одежда и еда для животных. Вот зоомагазин, прошли говоря. Да, ну, ну, еще там что-то, как говорила, я уже не помню, но я запомнила это на первом месте. В принципе, да, я проанализировала. Животных кормит постоянно. Да, да. Плюс многие покупают им одежды, всякие игрушки, переноски. У меня знакомая пенсионерка. Она получает одну пенсию. Но, все равно она ухитряется. И корм брать у них, в магазине, ищет где дешевле. Плюс туалеты вот этих. Да, вот туалеты, да, да. Тоже, да. Кстати, да. Тоже берет, это все потребовало, это надо. Это так, не купишь в прок. А что, она в прок покупала? Ну, она вот... А, пилки, наверное, не корм. Корм не покупаешь в прок. А пилки? Да, да, да. Там же тоже свои срок годности у корма. Там учреждения поэты уже. Ну, да. Учреждения там. Да. И вот тут их... Оно все надо. И вот она тянет, но все равно говорит, надо, как живое. Да, да. И вот получается, что... Что это? А, кстати, вот у нас идешь по городу, очень много зоомагазинов. Сейчас, да. Очень много, да. Некоторые даже доходят до того, что они один возле другого стоят. Сами себя конкуренцией создают. Ну, Игорь, где находят место, там и... Тоже ж надо найти хорошее место, если ты где-то будешь стоять за кутки, что тебя не будут видно, так ты не будешь идти. Магазин это хорошо, но так же хорошо. И какое место, и где? Да, Ирочка, но дело в том, что... Вот ты, допустим, один раз пошла, и ты знаешь, прибитые магазины. Люди у них, животные у них, и они ходят к ним. Ну, если цены сильно поднимают, люди перестают ходить, и еще где дешевле. Да, согласен. Все согласен. Мы это точно знаем. Да. Ну, хорошо. Вроде бы как поговорили, погуляли, да? Надо еще погулять чуть-чуть. Что ты хочешь? До конца дойти? Направо не хочешь пойти? Нет. Прямо хочешь идти? Да. Ты какой прямолинейный? Ну, слушайте, мне жарко. Я одела... Вроде бы легче оделась, но... Жарко. А я одеваюсь по походе. Потому что февраль есть февраль. По-любому. Чуть-чуть ветер, чуть-чуть... И все. А, ну, обещают же плюс 20 градусов тепла, так что... Да. Я так думаю. Раз теплый февраль, значит, будет холодный март. Думаешь? Как в прошлом году. Да? Как тепло. Ждали, 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 ждали. А, кстати, Пасха ж поздняя будет. А раз поздняя Пасха, так обычно им... Пророславная. Ну, а какая, да? Раз Пасха поздняя, значит, и весна поздняя. Ну, я думаю, опять же, это все непредсказуемое. Мы думаем так, а может быть совсем не так. Но тут тоже магазинчик. Тема. Я 45 лет назад. Помню. Как было тепло, тепло в море. Почему 45 лет назад, а не 42? Потому что очень запомнил, что было тепло. Именно 45? Да. Приурочено к какой-то дате? Да. Это что-то связано? Я готовился служить в армии. Я так и подумала. Да, да, да. Да, да, да. Я догадливая. Кактус. Очень симпатичный. Да, вот здесь кактус. И такие вещи симпатичные. Ну, такой недешевый, может быть. Даже и тонкий ход есть свой. В Одессе есть все. Ну, все, будьте нам здоровы. Берегите себя, берегите своих близких. И пускай у всех наступит завтра. Спасибо. Спасибо. Спасибо.